МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знание силы пограничники из Кыргызстана и Китая провели совместное учение. Главной темой стала отработка оперативного обмена информацией между военными двух стран. Для победы над общим врагом китайской и кыргызской сторонам пришлось проявить чудеса оперативного слаживания. Как же все-таки сохранить на границах порядок и спокойствие, Станислав Касьянов разъясняет. Все-таки наблюдаю за гостями. Понятно. Обожайте наблюдение. По легенде учений, замаскированные вооруженные террористы пытаются попасть в Китай через пункт пропуска Торугард, единственный на севере Кыргызстана. Безопаснее было бы, конечно, перейти рубеж где-нибудь в глухой местности, но в этом регионе охранять границы помогает сама природа. Граница с Китайской Народной Республикой у нас, нельзя сказать, что она проходимая. Везде, как вы знаете, горные массивы, причем они высокогорные очень. И могу сказать, что проходимых троп редко можно здесь вот найти. Акцент в первых кыргызско-китайских пограничных учениях сделали на информационное взаимодействие. Международные террористы запутывают следы, используя агентов из разных стран. Чтобы поймать лидеров, порой их нужно ввести через несколько границ. Поэтому кыргызские пограничники пропускают бандитов. Коробочка пересекла границу. Прием. Дальше за дело берется китайская сторона. Военные дожидаются, когда банда соберется в полном составе и уводят террористов подальше от поселений мирных жителей. С китайской стороны в учениях задействовано больше тысячи человек и самые современные средства выслеживания и уничтожения террористов. Китайский спецназ свою задачу отработал четко. Все террористы обезврежены без потерь со стороны военных. По сценарию учений показать себя должны и кыргызские бойцы. Пленные бандиты рассказывают, что часть их группы подъезжает к границе с Кыргызстаном. Китайские пограничники сразу же передают информацию, чтобы коллеги за рубежом подготовились к встрече. На территории Центральной Азии действует несколько крупных террористических, сепаратистских и экстремистских организаций. Они общий враг для всех стран ШОС. Борьба с ним – приоритет силовиков стран-союзников. А совместные учения – не только тренировка умений, но и демонстрация силы. В процессе учений обе стороны успешно обменялись опытом. Одновременно создали многостороннюю систему пограничного и правоохранительного сотрудничества и обмены информацией по совместному предотвращению действий террористов и пересечению государственных границ. Прошедшие международные учения – не последние в этом году. В ходе различных этапов свою подготовку покажут все страны Центральной Азии. Афганистан даже получил денежную помощь для укрепления своих границ в связи с предстоящим уходом войск НАТО. К этому событию так или иначе готовятся все страны региона. Станислав Касьянов, Азад Садабаев, Мирлан Макаев. Программа «Союзники. Китай. Кыргызстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова